Все части этого рассказа с финалом, а также начало нового и плюс секретные страшные истории уже вышли на моей аудиоплатформе на Бусти, в Телеграм-канале и на Патреоне. Слушайте на месяц раньше Ютуба, без реклам, с возможностью скачивания в телефон для оффлайн-прослушивания. Все ссылки в описании. Он плавал в коричневой тягучей патоке посредине бесконечного нигде. Боль ушла. Артем блаженствовал. Широко раскинув руки, бездумно перебирал ногами, словно в огромном бассейне, корректируя легкими грибками траекторию своего движения. Сейчас направо, потом несколько метров прямо, потом снова направо и сразу налево, и попадете на Арбат. Арбат. Странное слово. Угловатое и неприятное, с ложбинкой по центру. Периодически откуда-то сверху доносились глухие ватные голоса, вроде бы даже его звали по имени, но ему это было безразлично. Артем познавал нирвану и совершенно не собирался из нее возвращаться. Так тянулась неторопливая вечность, и его все устраивало. Но вот по поверхности пробежала волна, за ней вторая, чуть побольше, уже ощутимо качнула, заставив невольно напрячься. Третья волна обрушилась на него, как оголодавшая псина на мозговую кость. Закрутила, завертела, швырнула в одну сторону, затем, не давая прийти в себя, в другую. Артем бил руками и ногами во все стороны, тщетно пытаясь выбраться из внезапного шторма. Снова послышались невнятные гулки и голоса. В какой-то момент он понял, что его неумолимо засасывает в огромную воронку, в центре которой сверкало пятно света. Он пытался плыть, нырять, ведь где-то читал, что под водой в шторм спокойней, без толку. Тогда он встался, расслабился и соскользнул в белоснежное озеро. Почти сутки без сознания лежит, сказал врач в голубом хирургическом костюме, убирая маленький фонарик в карман. Посмотрел на стоящего рядом в больничном халате Константина. Говоришь, вместе ехали, и он вышел прям за несколько минут до аварии. Ну да. Костя кивнул. Перебрал, походу. Затошнило, хрен знает. Решил домой поехать. Зная тебя, могу представить, сколько он перебрал. Хирург усмехнулся. Но это спасло ему жизнь, хотя девчонку жалко, конечно. Такие сиськи пропали. И это мне еще говорят, что я цинник. Хе-хе-хе, хохотнул Костик. Не мы такие. Жизнь такая, развел руками врач. Они пошли к выходу из палаты, когда услышали сзади хриплый шепот. Блядь, как пить хочется. Константин моментально развернулся и в два шага вернулся обратно к койке, на которой лежал очнувшийся Артем. Ну, старик, я думал, мне везет по жизни, но ты, ты меня переплюнул. Пить. Еще раз повторил Артем. Сейчас попьешь, потерпи. Сказал подошедший врач. Снова достал фонарик, деловито задрал верхнее веко, быстро осмотрел ему глаза, надел фонендоскоп и прослушал грудь. Ну что, кровоизлияния не вижу, аритмии нет. Подытожил он бегло осмотр. Сегодня еще понаблюдаем, прокапаем витаминчики и завтра переведем в терапию, если ничего не изменится. В крайнем случае послезавтра. Артем переводил непонимающий взгляд со своего приятеля на врача и обратно. Я... я где? Так, ладно, у меня еще обход. Кость, ты тут сам давай и не забудь о тебе в четыре выписка. А вы, Артем, и вправду в рубашке родились. Я сейчас скажу, чтобы воды принесли. Он развернулся и вышел из палаты. Артем закопошился в кровати, пытаясь встать, но Костя положил ему руки на плечи и мягко толкнул обратно на подушку. Лежи пока, дурень. Ты сутки без сознания тут провалялся. Встанешь, расшибешься. Что? Что случилось? Голос Артема был похож на хруст в ощеной бумаге. Дрындец случился, хмыкнул Костик. Погоди, схожу за водой, сестру не дождешься. Он ушел и вернулся с маленькой бутылкой негазированной воды. Свинтил пробку, взял с прикроватной тумбочки стакан, налил чуть меньше половины. Давай, аккуратно, маленькими глотками. Артем жадно выпил, облизнул пересохшие губы, попросил еще. Нет, погоди, а то в туалет захочешь, а сам ты только через час-другой нормально встать сможешь. Перспектива обмочиться его не порадовала, и Артем согласно кивнул. Так что произошло? Ну, в общем... Костик присел на кровать. Когда ты вылез, Аленка пересела на твое место, видел, наверное, но далеко не уехали, правда. Какой-то мудак спер крышку канализационного люка прямо посередине дороги. Водилов в последний момент только увидел, вильнул, но все равно задним колесом влетел. Тачку подкинуло, перевернуло, и мы грохнулись на бок, и даже в принципе не сильно. Он помолчал, наблюдая за реакцией Артема. Однако тот совсем не выглядел удивленным. Только вот кинуло нас на тротуар, огороженный железным бордюром, и в переднее окно вошел один штырь. В правое переднее окно. Уточнил Костя, продолжая смотреть на друга. Алене снесло полголовы. Артем закрыл глаза, закусил губу. Ничего не хочешь мне рассказать? А как я здесь-то очутился? Спросил он вместо ответа. Водитель скорой оказался моим знакомым. Рассказал, что буквально недавно отвозил парнишку с приступом с автобусной остановки недалеко от нас. Я сложил два плюс два, ну а ближайшая больница тут одна, так что мы с тобой соседи. Но я в терапии на втором этаже, а ты в реанимации на третьем. А где мои вещи? Не переживай, все тут, на месте, в тумбочке. Так ты не ответил на мой вопрос. Артем посмотрел на Константина. Ты все равно не поверишь. Попробуй, узнаем. В это время в палату вошла молоденькая медсестра с бутылкой воды, увидела Константина и нахмурилась. Так, Костик, он только что в себя пришел. Ну-ка, кыш отсюда, или ты хочешь, чтобы он к Михаилу Александровичу переехал? Настенька, душа моя, кричать в реанимации – плохая примета, – улыбнулся он ей. Девушка подошла к Артему, поставила на тумбочку воду и поправила ему подушку. Костя, не доводи до греха, а? А, до чего можно? Константин! Все, 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 ухожу. Он посмотрел на приятеля. Старик, тебе нереально фартит, но мы обязательно продолжим наш разговор. Подмигнул медсестре, встал с кровати и пошел к двери. Погоди, – остановил его почти у самой двери Артем. А ты откуда тут всех знаешь? Работаю я здесь, – усмехнулся Костя и вышел. Кожаное кресло визгливо скрипнуло, когда Михаил наклонился, чтобы поставить бокал с коньяком на столик. Затем он встал, взял из резной декоративной дровницы полено и подбросил в камин на радость угасающим углям. «Видишь ли, Костик, Бог не дал мне сына, а оставлять такой бизнес дочери я не хочу. Незачем ей в этом дерьме копаться?» Доступно объяснил. «Более чем, дядь Миш. То есть, я что-то вроде твоего наследника? Приемник-наследник, называй как хочешь». «Но с чего такая честь? Медик из меня посредственный. Знаком ему не так давно, да и неужели у тебя нет друзей?» «Хочешь потерять друга? Заведи с ним общий бизнес», – отрезал Михаил. «А ты? Ты парень смышленый, у тебя есть хватка, заметно, детдомовская школа. Я же говорил, что я тебя изучал. Не заставляй меня повторяться». Он вытащил изо рта потухшую сигару, бросил ее в камин. «Ну что, сколько тебе нужно времени на раздумья?» Костя внутри ликовал. Наконец-то ему удалось вытащить счастливый билет, если не сказать больше. «Прощай, обшарпанная комната в грязной пятиэтажке. Прощай, доширак на обед и ужин. Здравствуй, новая жизнь». «Конечно, не сразу, но скоро. Очень скоро. Возможно, даже скорее, чем предполагает сам дядя Миша. Детдомовская школа». Костя хмыкнул про себя. А этот мужик умеет зреть в корень, что не говори «умный черт». Но показывать чрезмерную радость нельзя. Надо держать гордую планку. Может, даже имеет смысл спросить про условия, на которых его возьмут. Михаил откинулся в кресле, взял бокал и сделал глоток. «Давай без обиняков, Кость. Я делаю тебе предложение, от которого нельзя отказаться. И ты это понимаешь. И я знаю, что ты это понимаешь. Сейчас ты стараешься строить невозмутимый вид. Возможно, даже думаешь, о чем бы меня таком спросить, чтобы набить себе цену. Возможно, даже о каких-нибудь условиях или о чем-то подобном. Так вот, он наклонился к молодому человеку. «Хорошенько пораскинь мозгами, прежде чем задашь свой вопрос. Не испорть мое впечатление». Костя прикусил язык и задумался. Он просидел так с пару минут, потом вздохнул, допил остатки коньяка одним глотком, махнул рукой. «Нахрен все эти вопросы. Что я должен буду делать?» «А вот это как раз правильный вопрос, Костик». Михаил улыбнулся и налил ему еще. «Ты будешь учиться». В больнице Артем провел почти неделю. Когда его перевели в терапию, приехал следователь, задал несколько общих вопросов. «Вы уж извините, но ДТП со смертельным – такой порядок». В свою жизнь Артем усвоил, что далеко не всегда обязательно именно врать. Можно просто что-то недосказать, о чем-то сказать чуть по-другому. Да, ехал, да, поплохело. Потом стало совсем худо. Почему? Перебрал. Девушку действительно было жаль, вряд ли она заслуживала такую нелепую смерть. Он позвонил Вадиму в сервис, извинился за то, что пропал, и пообещал на днях забрать отремонтированную машину. Все это время, дожимаясь от безделия на больничной койке, навигатор он не включал. Безусловно, тот спас ему жизнь, но побочный эффект, а это был он без сомнений, чуть его не убил. И от этого было страшно. Тогда с мальчиком у трамвая Артем испытал нечто похожее, только в гораздо меньшей степени. Что это было? Цена за спасенную чужую жизнь или расплата за вмешательство в чужие планы? Но в чьи? И что это была за девушка? Галлюцинация, конечно, но такая четкая. К тому же, получается, он сам изменил свою жизнь. Смена вероятностей. Новая линия. Артем вспоминал старый фильм, где подростки так же умудрились уйти от старухи с косой. Как же там говорил один из персонажей? Смерть все равно возьмет свое. А что если это правда? И торчать ему всю оставшуюся жизнь на трассе бесконечных происшествий. Как сурикат в ожидании бампера. За день до выписки он выбрался прогуляться в больничный коридор. Дошел до сестринского поста и оцепенел. Чуть дальше возле лифтов стоял его сосед. Сергей Семенович. Голый, пепельно-серого цвета. Старик выделялся на фоне светло-голубых стен, как негатив старой фотографии. Артем отчетливо видел ровный длинный разрез от паха и почти до самого горла, зашитый грубыми неровными стежками. Сергей Семенович беззвучно смеялся. Не переставая смеяться, он посмотрел на Артема, вытянул сухую руку и ткнул в него корявым, сучковатым пальцем с желтым ногтем. Тот развернулся. На ватных ногах пошел обратно в палату, стараясь не сорваться на неуклюжий истеричный бег. И никуда не выходил до самой выписки. Нет ничего хуже мучительных бесплодных размышлений. Эту простую истину Артем познал, стоя возле ворот больницы, когда начал прикидывать, как ему добраться до дома. По старой привычке он хотел сначала вызвать такси, но потом тут же понял, что не удержится и включит навигатор. И что будет, если он снова увидит аварию за своим участием? Но какие тогда варианты оставались? Идти пешком до метро, шарахаясь от всего вокруг? Жить в ожидании кирпича на голову? Он со злости пнул камешек под ногой, тот отлетел в колесо, стоявший рядом машины, и срикошетил куда-то в кусты. Вот так и в жизни получишь пинок, и куда тебя занесет одному богу известно, пришла в голову неутешительная мысль. А может, ну его к черту? Может, узнать все прямо сейчас, включить устройство и проложить маршрут? Но страшно. «Что стоишь, качаясь, тонкая рябина?» Он услышал знакомый голос, поднял голову. «А я-то думал, куда пропал, не звонишь, не пишешь?» Кисло улыбнулся и пожал протянутую кость ей руку. «А ты что не в духе? Из больницы надо выходить с радостью, потому как это лучше, чем когда выносят. Поверь мне, типун тебе». Вяло грызнулся Артем в ответ. «Ладно, не бурчи. Поехали, до дома докину. Слушай, не парься, я доберусь». Артем заметно побледнел. «Конечно доберешься. Вот сейчас сядешь на соседнее сидение и доберешься. Давай, поехали. Поговорим заодно по дороге». Костя достал ключи, пиликнул сигнализации стоявшего неподалеку старенького черного «Опеля», взял приятеля под локоть и чуть ли не силком потащил его в сторону машины. «Давай, давай, пошли, не тормози. Да погоди ты!» Приятель вырвал руку и остановился. «Погоди, говорю, а? Чего ты меня как маленького тащишь? Воу, воу, мистер взрослый!» Костя вскинул ладони. «Я уже минут десять наблюдаю, как ты стоишь тут пинаешь камушки и не знаешь, куда податься. Мне показалось, немного чужой инициативы тебе не помешает». «Хорошо», – сдался Артем. «Ты прав. Я, наверное, еще не отошел до конца просто. Поехали». Они сели в автомобиль, Артем быстро пристегнулся, откинулся на сиденье, закрыв глаза. «Будь что будет, черт этот сраный гаджет!» Константин с удивлением посмотрел на него, пожал плечами и повернул ключ. Зажигание. «Откуда ты знаешь, где я живу?» – спросил Артем. «Ты заполнял анкету в больнице, забыл?» «А, да, точно, забыл. Теперь моя очередь». «Чего?» «Ну, теперь мой вопрос, на который ты так и не ответил». «Ой, я же говорил, что не поверишь», – вздохнул Артем. «А я ответил. Давай попробуем, и там видно будет. В конце концов, ты мне должен». «За что? За бар ты же угощал». «Да какой бар, о чем ты?» Костик фыркнул. «За все удобства». «За какие еще удобства?» «Старик, ты как в первый раз родился», – удивленно сказал Константин. «Ты правда думаешь, что тебя просто так взяли и поселили в отдельную вип-палату? И харчевался ты не как все в столовой манной каше, а по отдельному меню?» «Я как-то не подумал об этом», – буркнул Артем. «Спасибо». «Ладно». Он снова глубоко вздохнул и достал устройство из кармана. «Это навигатор. В целом обычный, как все остальные. Маршруты, пробки и…» Он замялся. ДТП. «Я видел, ты с ним возился тогда в такси перед тем, как психанул». Костя поддал газу и опель надрывно взревел, обгоняя маршрутку. Артем вздрогнул, но быстро взял себя в руки и продолжил. «Вот только аварию он не просто показывает, он их предсказывает». «Чего?» «Того?» «Ты спросил, я рассказал. Говорил же, не поверишь». «Так, стоп». Константин включил поворотник, перестроился в правый ряд, затем свернул в ближайший переулок и остановился на первом же свободном месте. «Покажи». Артем отдал устройство Косте. Он покрутил в руках непривычно легкую коробку, нащупал кнопку включения, экран сменил черный цвет на серый, затем показалась уже знакомая светло-голубая заставка с буквой «Н», после чего совершенно внезапно сухой металлический голос произнес. «Пользователь не опознан». «И все погасло». «Это... как так?» Константин удивленно посмотрел на приятеля. «А, забыл совсем». Стараясь сохранить невозмутимый вид, Артем забрал навигатор обратно. «У него там защита стоит». Почему-то ему очень не хотелось, чтобы Костик подумал, что он сам еще толком в нем не разобрался. Артем снова включил навигатор, дождался загрузки, выдохнул про себя, увидев привычную карту, ввел в поисковую строку свой адрес. Устройство задумалось на секунду и нарисовало желто-зеленую кривую маршрута. Артем уменьшил масштаб, увидел нужную пиктограмму недалеко от их стоянки. Показал Константину. «Видишь, значок аварии?» «Ну, ее еще не произошло». Он тапнул пальцем по экрану. «Не завершено. Уровень ожидаемости средний. Ford Focus N356KO777, цвет черный, Соколов Степан Евгеньевич, сотрясение мозга. Nissan Almera R547ST777, цвет белый, Гужев Антон Сергеевич. Травм нет». «Да ладно», — протянул Костя. «Ты гонишь? Реально? Дай гляну». Вопросительно посмотрел на Артема, и тот с неохотой протянул ему навигатор. Костик перечитал сообщение, затем нажал на фамилию первого водителя, и ниже выпало еще окошко с текстом. «Соколов Степан Евгеньевич, 15 июля 1990 года рождения. Группа крови третья положительная. Непереносимость лактозы. Врожденный дефект правого плечевого сустава. Аллергия на пенициллиносодержащие препараты». «Охренеть!» «Да тут же прям мини-анамнез вдобавок!» «Чего?» Артем удивленно забрал навигатор и прочитал новый текст. «Что ты сделал?» «Я... я такого не видел раньше». Он почувствовал укол какой-то нелепой ревности. «Ткнул фамилию мужика и вот...» «Зачем?» «Что зачем?» «Ну зачем ткнул?» «Ёпт ты, Тём, ты дурак!» «Что за вопросы?» «Блядь, согласен, идиотский вопрос. Просто удивился». «А вот это вот...» «Ожидаемость выше среднего. Что это значит?» «Да там в настройках по умолчанию стоит поиск аварий в пределах 10 минут с уровнем вероятности 80%. «Я предполагаю, что выше среднего означает почти 100%.» «В смысле предполагаешь?» «Он не твой?» «Мой?» Артем напрягся. «Просто он только недавно ко мне попал. Я еще... ну, толком не успел его изучить». «Понятно». Протянул Константин и внимательно посмотрел на приятеля. «А тогда в такси с девочками. Ты что-то увидел?» Артем помрачнел и угрюмо ответил. «Да». «То есть...» Задумчиво продолжил Костя. «Ты посмотрел маршрут...» Его глаза начали расширяться от того, что он внезапно понял. «Увидел аварию, и там была твоя фамилия. А сидел ты спереди». Он оборвал себя и замолчал, переваривая сделанные только что выводы. Затем достал из подлокотника пачку сигарет. Прикурил, выпустил сизую струю дыма в открытое окно. «Охренеть!» Константин сделал пару глубоких затяжек, щелчком отправил окурок в полет, повернулся обратно к Артему и снова повторил. «Охренеть! Выходит, ты не везунчик, а...» Он хохотнул. «Жулик!» «Лучше жулик, чем жмурик». Все так же мрачно парировал Артем. «И то верно. А приступ твой это...» «Понятия не имею. Но подозреваю, что типа по бочке такой. Там на экране потом надпись появляется про смену каких-то вероятностей и новую линию. Вот, наверное, типа перехода. Черт его знает, короче». Про галлюцинации он счел разумным не упоминать. «Охренеть!» В третий раз повторил Костя. «Кто это изобрел? Откуда он вообще у тебя?» «А вот это не твое дело», — отрезал Артем. «Где взял, там больше не выдают». «Да я и не претендую, не заводись. Поехали, посмотрим». Артем бросил взгляд на карту и покачал головой. «Не, рассосалось уже». «В смысле?» «Ну, когда аварии случаются, значок становится зеленым, а когда нет, то просто пропадают». «Жаль». «А дальше?» «Пока нет. Может, еще что-то появится, не знаю». «Понял. Ладно». Костя завел машину. «Давай двинем к твоему дому, а ты поглядывай в свою адскую машину». Ехали они молча. Костя о чем-то напряженно размышлял, а Артем проклинал себя и свой длинный язык. «Должен я ему. Да нихрена я ему не должен. Развел меня, как сопляка с помойки. Но кто меня за язык тянул, твою мать?» А еще его раздражало, как Костя, легко и просто нашел что-то новое в навигаторе. В его навигаторе. В его! Устройство проснулось, когда они съезжали с третьего кольца на проспект Мира. «Что там?» быстро спросил Константин. Артем нажал на иконку появившейся аварии и шумно сглотнул. Не завершено. Уровень ожидаемости 100%. «Хонда Сибиар 600 РР-1211 КХ-77». Цвет красный. «Стуженкова Дарья Владимировна». Травмы, несовместимые с жизнью. «Тойота Камри» «К-176ХС-750». Цвет черный. «Потапова Анна Юрьевна». Травм нет. «ЗИЛ-520». «С-589ЕС-777». Цвет оранжевый. «Стариков Евгений Викторович». Травм нет. «Ну, не томи. Там, походу, опять смертельный будет». «Да ладно!» «Как? Кто?» «Так там же тошнятся все в пять рядов, ты уверен?» Откуда-то издалека до них донесся высокий протяжный вой мотора еще через несколько секунд. В зеркале заднего вида появилась красная точка быстро приближающегося мотоцикла. Костя едва успел моргнуть, как тот пулей пронесся мимо них. «Она!» — выдавил из себя Артем. «Понял тебя!» Константин газанул, и под возмущенные бибиканьи остальных водителей пошел по рядам вслед за мотоциклом. Они влетели на Крестовский мост. Стараясь не упустить цель из вида, Костик выжимал из старой иномарки все, что мог. Подрезал чей-то джип, метнулся дальше, ушел в левый ряд и снова вдавил педаль газа до упора. До мотоцикла было метров пятьсот, и расстояние увеличивалось. Наверное, для девушки, которая сидела верхом на этой ракете, все произошло за секунду, но для Артема время будто замедлилось. Сначала он увидел черную Камри. Увидел, как она, объезжая дорожную выбоину, вильнула чуть влево. Для какой-нибудь другой машины, которая могла ехать рядом, этот маневр прошелся бы незамеченным. Но не для того, кто несся между рядами со скоростью тасманского дьявола. Мотоцикл чиркнул по боковине Тойоты, сместился еще левее и врезался в отбойник. Могучая сила инерции вышвырнула тело водителя из седла на встречную полосу и впечатала в радиатор квадратного оранжевого грузовика с цистерной. Иконка аварии моргнула, сменив цвет на нежность зеленой. Михаил Александрович грохнул кулаком по несчастному столу так, что лежавшие на нем вещи подпрыгнули на добрых пару сантиметров вверх. Экран компьютера моргнул и выключился. «Костя, ты что, дебил? Нет, ты мне скажи, что роилось в твоем крошечном мозгу пятикантропа, когда ты решил это провернуть?» За долгие годы совместной работы Константин первый раз слышал, чтобы дядя Миша так кричал. Хотя он даже, даже не кричал, он орал. Вены проступили на шеи багровыми жгутами, его огромные кулаки сжимались и разжимались без остановки. Они сидели в кабинете заведующего под анатомией родной в отчине Михаила. Костя расположился на стуле напротив разъяренного шефа и непонимающий хлопал глазами. У его ног стояла большая синяя спортивная сумка, которую он задвинул ногой под стул после первого крика дяди Миши. «Ты понимаешь, что наделал, полудурок?» Михаил вскочил, отшвырнув как пушинку массивное кожаное кресло, обошел стол и присел на краешек напротив кости. «Вообще-то я денег принес». Окончательно сбитый с толку яростью шефа пробормотал он. «Деньги! Какая прелесть!» Язвительно ответил дядя Миша, скрестив руки на груди. «А за что деньги?» «Ну, я там слил кое-что чеченцам одним знакомым». «А что ты им слил? Позволь поинтересоваться!» Голос шефа внезапно стал ласковым, отчего Константину стало еще больше не по себе. «Сердце им срочно было нужно, и деньги хорошие давали. Почти двести штук зеленых наликом отвалили». «А ведь сначала ты мне показался смышленым парнем!» Сокрушенно проговорил Михаил. «И тебе недоумку не пришло в голову, с чего вдруг чеченцы, не торгуясь, отвалили тебе двести пятьдесят кусков!» Он встал, нагнулся и приблизил лицо вплотную к Косте. «А? Не подумал? Такие бабки увидел, и ручки затряслись». Костя закусил губу. Опустил глаза. Шеф знал точную сумму, которую ему заплатили чехи. Это плохо. Но психовал он явно не из-за этого. Михаил Александрович вернулся к своему месту, поднял валяющееся кресло, уселся, задрав ноги на стол. Он улыбнулся Костику и снова елейным голосом поинтересовался. «Скажи мне, юное дарование, сколько у нас на складе было сердец? А одно вроде? А почему оно у нас было одно? Почему почек у нас тридцать четыре, а сердце одно? Ну, потому что трудно найти хорошее сердце. Очень много неконденции даже среди детей. Экология, питание и другие антропогенные факторы, вызывающие необратимые изменения в сердечной ткани». Бубнил Костя, словно студент на экзамене. Он вообще не понимал, что происходит. Да, он приторговывал иногда отдельными органами, но всегда делился с шефом. Почти всегда. Тот не одобрял, однако, халтурить помощнику не мешал. До этого дня теорию выучил молодец. Сарказмом патологоанатома можно было уничтожить небольшую деревеньку где-нибудь под Липецком. «Скажи мне тогда еще, ты в курсе, кто ложится к нам на операцию через две с половиной недели и, главное, на какую операцию?» Костя начал лихорадочно вспоминать календарь предстоящих трансплантаций, но понял, что не помнит вообще ничего. Халтура слишком закрутила его, и он почти перестал интересоваться делами подпольной клиники. Куда ведь проще приехать на склад, забрать необходимое, отвезти заказчику, кэш в карман и хорошее настроение. «Нет, не в курсе», — виновата пробручал он. «А кто?» «А как же так? Константин, вы мой помощник, мой, сука, преемник и не в курсе текущих дел! Ну так позвольте мне вас просветить!» Михаил так явно выделил это «вы и вас», а уж на выл он не называл его вообще никогда с момента знакомства. Что Костик понял, дело совсем плохо. «Через две с половиной недели, молодой человек, к нам планирует лечь на трансплантацию один очень высокопоставленный человек. Цель операции, я надеюсь, до вас уже дошла». Костя понуро кивнул. Теперь он понял, как напортачил. Забрать единственный орган перед такой операцией — это, ну, так обосраться надо еще постараться. «Более того, молодой человек, вашим чеченцам это сердце не нужно. Им необходимо, чтобы его не было у вас, и вы им в этом очень помогли». Дядь Миш, ну я же... «Михаил Александрович!» Рявкнул тот, снова вскочил на ноги, упершись кулаками в стол. «Ты хоть понимаешь, щенок, что будет, если я ему откажу теперь? Но как же так?» — спросит он меня. «Что же случилось, Михаил?» От его крика, казалось, сейчас начнут трескаться стены. «А вот так вот!» — отвечу я ему. «Просто мой помощник недоумок продал ваше сердце, сука, чеченцам!» Несколько долгих секунд, самых долгих в жизни Константина, дядя Миша буравил его взглядом насквозь. «У тебя есть неделя», — процедил он наконец. «Ищи, где хочешь, а если не найдешь...» Он многозначительно замолчал. «А теперь пошел вон отсюда». Артем стоял под обжигающими струями воды в душе и размышлял о событиях последних дней. Забавно, как одно небольшое устройство может полностью перевернуть жизнь с ног на голову. Выбросил тогда эту странную посылку, придурок на джипе угробил бы маленького мальчика, но зато он мог бы вернуться домой пораньше, и, возможно, возможно, его странный сосед-пенсионер был бы жив и здоров. Он вспомнил жуткую картину в больничном коридоре и его передернул от пробежавшего вдруг неприятного озноба. Само собой ему это показалось. Но этот палец с прокуренным желтым ногтем, которым старик в него ткнул, словно обвиняя в чем-то. Мысли перекинулись на девушку. Кажется, Алену, зачем она пересела на его место? Хотя как раз это было логичным. Ютиться втроем на заднем сидении глупо, когда освободилась передняя. Этим Алена подписала себе смертный приговор. Он спас школьника и умер его сосед. Спас себя и умерла девушка. Занятная закономерность или все же совпадение? Артем выключил воду, вытерся и, замотавшись по пояс, в полотенце пошел на кухню. Константин уехал примерно с час назад. Точнее, его пришлось практически выпроваживать, потому что он без остановки сыпал вопросами о навигаторе, ковырялся в настройках и пытался понять, как он функционирует. Но в этом был и плюс. Когда Артем заговорил о Костином предложении совместной работы, тот все подтвердил, а на наглую ремарку «Только я хочу восемьдесят? Вдруг прокатит!» Согласился, не моргнув глазом. Судя по всему, железка сыграла в этом не последнюю роль. Наспех перекусив, Артем созвонился с Вадимом, пообещал заскочить сегодня забрать машину. На город тихим шелестом вечерних пробок опускались сумерки. Небо начало опять заволакивать грозными тучами, отчего темнело не в пример быстрее обычного. Он захватил на всякий случай с собой куртку и вышел из дома. Лавочка у подъезда сиротливо пустовала. Артем миновал ее быстрым шагом, стараясь не смотреть в ту сторону. Он доехал на автобусе до метро в ДНХ, не переставая думать о странном подарке. Спускаясь под землю на эскалаторе, Артем вспомнил, что посылка была на его имя. Конечно, это ничего не объясняло, скорее даже запутывало еще больше, но то, что у него появился какой-то ангел-хранитель, было вполне очевидно. Хотя верилось в это с трудом. Переехав в Москву, Артем оказался практически один. Да, был друг детства Валерка, но у того и своих проблем хватало. И бывало, накатывало, как недавно. Хотелось плюнуть и вернуться домой, но нет. Ни за что. Ведь прекрасно понимал, что фактически сбежал из родного города. Сбежал от безработицы, отсутствия перспектив, от духоты маленького городка, в котором ему было тесно и скучно. А столица, как пелось, в модном танцевальном хите никогда не спала. Да и возможностей в огромном мегаполисе было гораздо больше. Пусть пока всего лишь таксист, ключевое слово «пока», тем более, что с появлением загадочной посылки дела пошли в гору. Его новый приятель явно не из простых. Не моргнув глазом, согласился на 80 тысяч. Сколько же он там зарабатывает, осталось только гадать. Хотя способ заработка, честно говоря, был Артему не по нутру. Не так он представлял себе путь к вершинам благополучия. Не по чужим смертям. Ладно, пока можно потерпеть, дальше посмотрим. Деньги сами по себе не были целью. Но вот заходить в магазин и не обращать внимания на ценники, а просто брать то, что хочется, это дорогого стоило. И как он не хотел себе в этом признаваться? Выступление Кости в баре возымело свое действие. Артем хотел так же. Пока он ехал до Черкизовской, стемнело еще больше, еще сухой асфальт начал расцветать мокрыми кляксами надвигающейся бури. Любимая канарейка, сверкая как новая, стояла возле входа в автосервис. Вадим выслушал упрощенную историю про аварию, бар, такси, открытый люк и больницу. Поухал, само собой. Также рассказал пару историй про нелепые аварии. Прикинь, на МКАДе колесо отвалилось в левом ряду. Через полчаса вежливой беседы ни о чем, Артем распрощался и забрал ключи от машины. Проверять работу не стал, так как дождь уже шел стеной, да и Вадим был свой мастер, если что, потом без проблем переделает. От дверей до автомобиля было всего десяток шагов, их Артему пришлось преодолевать бегом, но все равно промок. Обычно он любил дождливую погоду. Заказов больше, платят лучше. Но не в этот раз. Сейчас ему хотелось только добраться до дому. Артем выставил маршрут. Ехать было час с лишним, зато опять без аварий. Он вырулил на Большую Черкизовскую, встроился в неторопливый поток ползущих по домам офисных тружеников, проехал мимо Преображенки, как раз там, где он не так давно спас школьника от бампера белого Вольво. Казалось, что с тех пор прошла уже пара лет. Свернул в сторону Яузы и поехал вдоль извилистой набережной некогда большой реки, в основном дожидавшей сейчас свое время в канализационных трубах. Дворники работали на всю, но даже этого не хватало, чтобы разогнать серую пелену дождя, сыпавшуюся с рассерженного неба без остановки. Тогда он и увидел ее. В джинсовой юбке, черных туфлях на каблуках, она неловко бежала, накрывшись короткой кожаной курткой с головой, к остановке, от которой отходила маршрутка. Не успела. С негодованием топнула ножка и растерянно застыла у одинокого столбика с табличкой маршрутов. Наверное, большой город еще не до конца вытравил в нем наивную детскую человечность. А может, вид несчастной промокшей девушки пробудил спящее рыцарское благородство? Но Артем прижался к тротуару, остановился, открыл окно пассажирской двери. «Садитесь». Та недоуменно посмотрела на ярко-желтое такси, затем обернулась, ища кого-то еще. К кому могли быть обращены слова? «Да давайте уже быстрее, до нитки хотите промокнуть?» Сзади начали уже возмущенно бибикать водители, вынужденные огибать его благородный поступок. Она подошла чуть ближе, наклонилась к окну. «Но, простите, я не вызывала такси. Дождь зато вызвал». Засмеялся он. «Садитесь, пока меня не прокляли». Без дальнейших возражений девушка открыла дверь и залезла на переднее сидение. Моргнув аварийками, Артем тут же отъехал от бортика. «Я вам сейчас тут все промочу». Виновата пробормотала она, ища куда можно максимально безопасно пристроить мокрую насквозь куртку. «Да ничего страшного, я все равно домой уже еду». «Кстати, вам куда?» Артем повернулся, чтобы рассмотреть гостю повнимательней и чуть не открыл от удивления рот. Она была точной копией девушки из его галлюцинации, когда он стоял на коленях возле остановки с отрисаемой странным приступом. Он мог еще подумать, что она просто очень сильно похожа, если бы не ее невероятные глаза. Такое забыть было невозможно. «Если вы не перестанете на меня так пялиться, мы куда-нибудь врежемся и далеко не уедем. Я точно вам говорю». Девушка заметно напряглась и даже слегка отодвинулась от него к двери. «Простите ради бога». Артем смущенно отвернулся. «Просто вы мне невыносимо знакомы. Знаете, вот когда прям зудит аж, а вспомнить не получается. Прям невыносимо?» Улыбка чуть тронула в уголки губ. «Зудит, говорю же. Так куда вам? Вообще собиралась с подружками навстречу, но в таком виде...» Девушка грустно вздохнула. «Только уже домой. Так что на ВДНХ? Тогда нам по пути. Я в сторону Медведкова еду. Завезу вас и поеду дальше». «Вам точно удобно? А то мне прям не очень как-то. Спасли меня от дождя, теперь еще и домой везете. Давайте я вам заплачу хотя бы». «Делай добро и бросай его в воду», усмехнулся Артем. «Денег точно не нужно. Давайте лучше меняться». «Меняться?» «Чем?» «Я свое имя скажу, а вы мне свое. Как вам бартер?» «А вы просто мастер нестандартных подкатов», насмешливо ответила девушка. «Ну хорошо, я Аня». Она протянула руку. «Артем». Он пожал ей ладонь. «Сделка прошла успешно». «Благородный с чувством юмора». «Артем, вы вымирающий вид». «Знали бы вы еще, как меня зудит от того, что никак вас вспомнить не могу». Аня снова улыбнулась. «Серьезно, вы нигде не снимались? Ну, в кино, может быть, на телеке?» «Нет, я совершенно не медийная личность. Боюсь, не смогу облегчить ваши страдания». Навигатор в держателе на стекле пиликнул и чуть дальше высветился значок ДТП. Его подмывало посмотреть на описание аварии, но при пассажире делать этого явно не стоило. Они выехали на Росты кино, свернули в сторону улицы космонавтов. «А на ВДНХ вы куда именно?» – спросил Артем. «Улицу Цандра знаете?» «Вроде да. Там еще магазин продуктовый стоит». «Точно, вот я около него и вылезу. У меня дом сразу за ним». «Хорошо. Аня, а не сочтите за наглость? Можно спросить, кем вы работаете?» «Не сочту, можно». «Я библиотекарь». «В смысле библиотекарь?» «В прямом». «Вас что-то смущает?» «Ну, вы знаете, у нас в городе были две библиотеки, и мне всегда казалось, что там на собеседование моложе 50 просто не пускают. Плюс обязательный шерстяной платок, желательно красный. Вот так вот. А вам сколько? 23, 24?» «Вообще-то 27, но комплимент засчитан». «А я неплох, согласитесь?» «Пожалуй, да. А вы кем работаете?» «Ха-ха, ну да, принято. Один-один». «Вообще, знаете», — продолжил Артем с самым серьезным видом, «у меня так-то бизнес свой, а такси — это просто для души». «А я почему-то так и подумала», — в тон ему ответила Аня. «Какой бизнес, если не секрет? Шубу шьем из палтуса. Очень выгодно». «А почему не из окуня?» Аня изо всех сил старалась не рассмеяться. «Костлявые», — небрежно бросил Артем. «И болтают много». «Кто болтает много?» «Ну, окунек тоже еще». «То есть вы шьете шубы из палтуса и разговариваете с окунями?» «В целом, да». «Ваш бизнес, Артем, больше похож на диагноз. Мама так тоже говорит, но я не отчаиваюсь». «Мама мудрая женщина, это факт. Хотите с ней познакомиться?» «А не слишком ли быстро?» «Ну, не сегодня, завтра, часа в три вас устроят». «Ну и нахал же вы, молодой человек. А может, я замужем?» «Да что вы, я только учусь, вы мне льстите». Артем скромно потупил глаза. «А, кстати, хотите новость?» «Удивите меня». Снова насмешливо вскинула бровями девушка. «Мы уже минут пять стоим возле вашего магазина». Аня огляделась по сторонам, и ее щеки залил румянец. «И правда, вы меня заболтали. Редко найдешь такого занятного собеседника. Спасибо вам за спасение». Она щелкнула ремнем безопасности, открыла дверь и вылезла из машины, благо дождь уже перестал. «Ань, подождите». Артем тоже отцепил ремень, вышел вслед за ней. Он просто не мог ее отпустить. Почему-то в нем крепла уверенность, что им суждено было встретиться, и теперь вот так просто сказать «до свидания»? Но уж нет. Он обошел машину спереди, оказавшись рядом с ней, внезапно оробел. Только что по дороге он шутил, подкалывал и вообще вел себя, как прожженный Казанова, по крайней мере, он так считал. И тут нате здрасте. Язык глупо прилип к небу, все заготовленные шутки куда-то испарились, и Артем остался один на один с ее глазами. «Я просто хотел еще спросить у вас». Начал кое-как мямлеть он. «Может быть, вы...» «Что?» «Ну, если вдруг у вас появится время, и вы не замужем...» Артем запнулся, проклиная свое внезапное косноязычие. «Я имею в виду, что если... Если вы не против...» «Знаете, Артем, а таким вы мне нравитесь даже больше». Девушка достала телефон. «Новый бартер?» «Эээ... да». Выдохнул абсолютно счастливый Артем. Ближе к девяти вечера он вернулся домой, заскочил по дороге в магазин, купил на ужин стейки пива и импортного недешевой Балтики, новая работа, новая жизнь. Да, нам всем жалко Алену, но что поделать, и девушка. Дела определенно шли в гору. А с Аней они договорились завтра созвониться и сходить вечером в кино. Сердце пело. Пока на сковородке шкварчал, истекая аппетитным жиром стейк, Артем позвонил Валере, другу из ДПС. Теперь с ним точно нужно поддерживать связь, не дай бог пригодится. Тот отчитал его за то, что он опять пропал, но, услышав историю об аварии с больницей, сменил гнев на милость. Неожиданно для себя Артем похвастался новой девушкой и предстоящим свиданием. Валера тут же на ход ноги предложил им всем вместе вчетвером завтра встретиться в кино, а потом где-нибудь посидеть. Артем пообещал уточнить у Ани, не будет ли она против, и друзья попрощались. Ужин получился шикарный. Артем пощелкал каналами, наткнулся на старенького хищника со Шварценеггером. Как же он обожал детстве этот фильм. Под аккомпанемент погибающих вояк умял мясо и блаженствовал, не торопясь, допивая вкусное пиво. Потом позвонил Костя. Каким-то потухшим голосом сообщил, что завтра заедет с утра. Сам. Странно, но ладно. Артем допил пиво, убрал посуду в мойку, сходил в душ перед сном и уже лежа в кровати, включил телефон, нашел в контактах телефон Ани. То, что он хотел сделать, возможно, делать не стоило, но ему казалось, что ей будет приятно. Или он сам себя в этом уверял, неважно. Просто ему очень хотелось это сделать. Очень. Артем щелкнул на значок СМС спокойной ночи, Миледи, приятных снов. И Сэмер в ожидании. Несколько минут ничего не происходило. Он уже начал проклинать себя за такой идиотский детский поступок, но тут телефон завибрировал. Миледи? Неожиданно меня так ни разу не называли. Мне понравилось. И тебе спокойной ночи. До завтра. Да! Ха-ха-ха! Да! Довольно улыбаясь, он положил телефон в изголовье кровати, закрыл глаза и почти моментально уснул. Квартира замерла в сумрачной тишине, словно постовой на почетном карауле. Где-то за окном город все еще жил своей жизнью, переходя на ночной режим. Вдоль и поперек его исчертили светящиеся трассы фонарей, сверкали неоном вывески баров и магазинов. Люди все так же куда-то торопились. Машин было гораздо меньше, но даже ночью местами они умудрялись собираться в небольшие пробки. Дождь давно перестал, в воздухе стоял тот особенный аромат прохладного влажного асфальта, смешанный с бензином, сладким парфюмом случайной прохожей, мокрой листвы на деревьях и сигаретой проходящего мимо мужчины. Ни одни духи в мире не способны повторить этот запах. Запах дремлющего города. Артем что-то пробормотал во сне, нахмурился, перевернулся на другой бок. На пустой темной кухне послышался щелчок и звук закипающего чайника. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok